27 января в мировом сообществе отмечается День памяти жертв Холокоста. Мировое сообщество неспроста выделило день в году, когда мы вспоминаем о вот этой трагедии, потому что Холокост — это, если говорить научным языком, это всесожжение, то есть это была политика уничтожения, которая была принята нацистской Германией, всего еврейского населения. И поэтому в истории это вопиющий пример того, когда человечество, вообще люди додумались до того, чтобы уничтожить целый народ, каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка. И людям нужно напоминать, ну, постоянно, как показывает практика, для того, чтобы они понимали, что произошло, и понимали, как это было сотворено, и что произошло впоследствии. И вот мы в образовании, я как преподаватель истории, у нас эта тема, она присутствует в образовательном процессе, и поэтому мы об этом говорим. Конечно, объясняя детям тему и оккупационный режим на территории Белоруссии, и вообще Вторую мировую войну, мы рассказываем теорию. Конечно, мы формируем знания именно о этом периоде в истории, чтобы они понимали весь контекст истории и факты. Я как тренер, что я отрабатываю во время этого тренинга? Работу с документами. Документы бывают разные. И одним из лучших способов, не самый лучший, но один из лучших, это есть фотография, это есть иллюстрация. Вторая мировая война, это не такой далекий период в нашей истории, и немецкая Германия, она отличалась тем, что очень много у Гитлера был свой личный фотограф, который везде следовал, потому что у них были планы победителей, что они завоюют весь мир, они установят свой порядок, они были уверены в своей правоте, и поэтому фотоархивов сохранилось очень много, и, в общем-то, мы имеем к ним доступ, Германия открыла доступ к своим архивам. И в учебниках по истории очень много фотографий, поэтому, когда мы работаем с детьми, то видится важным, чтобы они относились к фотографии критически и не доверяли каждой фотографии, и так по жизни, потом любому фотоматериалу, как к истине в последней инстанции, чтобы они относились критически. Поэтому в процессе сегодняшней нашей работы мы с вами попробуем поработать с фотографией, то есть что изображено на фотографии и что на самом деле происходит или происходило. Ну а сейчас немного теории, так как это проходит в жизни, как мы работаем с детьми. Значит, первоначально мы объясняем о том, что такое Холокост. То есть в Ветхом Завете есть этот термин, это слово, которое определяется как всесожжение, уничтожение огнём, и там такой обряд, потому что во всех религиях, во многих религиях присутствует огонь, и вот есть это слово «Холокост». Во время Второй мировой войны Холокост приобретает другое значение, это геноцид еврейского народа, то есть уничтожение целого народа по признаку тому, что они относятся к определённой нации. Именно людей уничтожали за еврейство. С 1933 года по 1945 год было уничтожено 6 миллионов евреев. Это из 9 миллионов живущих тогда на планете евреев. То есть практически большая часть еврейского населения была уничтожена. Дальше. Значит, не так просто всё происходило. Когда Гитлер приходил к власти, Национал-социалистическая партия набирала свои обороты. В 20-е-30-е годы происходит подъём агрессивного национализма. И вот это вот российские идеи, они становятся очень популярными. Была выдумана целая теория российская о том, что еврейское население, вообще евреи, они находятся за чертой вообще расовой теории. То есть это не просто, то есть это не люди, а их нельзя назвать людьми. Ну, это такие мутирующие животные, и любые отношения они вредят. Если, например, вступление в брак с славянским населением, то есть славяне могли ориентироваться, их можно анимечить, то любые отношения с евреями, оно в любом случае будет ещё хуже. То есть если вступление в брак с представителями еврейской нации, или дети, которые от таких отношений появляются, то есть это крайне плохо. И, в общем, политика, вот эта вот идея антисемитизма, они были очень популярны, набирают обороты. Значит, вот, и это стало официальной идеологией государства фашистского. И уже начиная с 1933 года, и в 1938 году началось разрушение, массовое разрушение синагог, вообще было дано разрешение, были разграблены многие предприятия, которые принадлежали евреям. И собственность имущества еврейского населения подлежала регистрации. Причём, как вы понимаете, это всё выполнялось не только там, скажем так, теми, кто работал в государственных структурах, но население это тоже поддерживало, эту политику. Так, идём дальше. Ну, здесь следует также отметить, что нацисты не останавливались только на еврейском населении. Дискриминации и нарушению прав человека подвергались и другие группы людей, такие как цыгане, гомосексуалисты, душевнобольные. Ну, Рейх считал, что это просто лишние люди, и на них не нужно тратить ресурсы, они вредят в чистоте расы, они вредят государству, и только от них необходимо избавляться. На всех оккупированных территориях еврейское население должно было носить определённые, а именно вот показанные на слайде, знаки отличия или знаки позора. Это звезда Давида, её носили все представители еврейского населения. Так, вот. И вы видите здесь также фотографию, она очень известна в интернете, пара, которая, это евреи с звездой Давида. Значит, в общем, с каждым годом политика набирала свои обороты. И, в общем, ну, как казалось Гитлеру и нацистской верхушке, евреев меньше не становилось. И поэтому в 1942 году произошла, недалеко от города Берлин, в таком предместе Ванзея прошла собрание, встреча важных элиты, верхушки рейха для того, чтобы, в общем-то, решить дальнейшую судьбу еврейского населения. И вот именно здесь был принят закон, который вошёл в историю как окончательное решение еврейского вопроса. И, в общем-то, с этого момента начинается такое официальное, массовое, практически нескрываемое уничтожение евреев. Вот. В общем-то, здесь на этом слайде показаны сообщника два высокопоставленных лица Третьего рейха. Это Гендрих и Гиммлер, которые были, далее, осуждены Нюрбернским трибуналом к смертной казни. Вот. Которые именно стояли у истоков окончательного решения еврейского вопроса. Так. Идём дальше. Значит, и немцы подошли к этому вопросу со всей своей педантичностью. В документах, которые были для отчётности предоставлены, там буквально до одного еврея было в документах перечислено, сколько, на какой территории проживает евреев, потому что нужно было считать ресурсы, сколько потребуется средств для того, чтобы вот это вот окончательное решение еврейского вопроса привести в исполнение. в исполнение. И цифры были конкретизированы. Вот Советский Союз замыкал этот список, потому что там было наибольшее количество еврейского населения, 5 миллионов евреев. Вот. По Украине и Беларуси цифры были также конкретизированы. Вот. Значит, Украина евреев, 2 миллиона 994, 684 еврея, Белоруссия, за исключением Белостока, так написано было в документе, 446 тысяч, 484 еврея. Вот. И ровно 11 миллионов человек подлежало, согласно всем этим законам, уничтожению. Здесь вы видите слайд, это те, в Израиле есть музей памяти жертв Колокоста Ядвашем, в котором есть вот такой зал имен, и здесь фотографии всех людей, которые установлены, чье имя, потому что многие так и погибли, то есть даже не осталось памяти, то есть человек жил, у него была своя судьба, своя история, у него были свои мечты, свои интересы, его жизнь уничтожена, нету даже места его смерти, потому что когда люди попадали в концлагеря, когда попадали в руки национал-социалистов, и было понятно, что их будут уничтожать, у этого человека отнималось все, и у него отнималось самое важное, и очень главное, что есть у каждого человека это имя, и этому человеку давали просто цифру, он переставал быть личностью, он переставал быть человеком, он оставался просто цифрой, и вот в этом зале фотографии людей, чьи личности установлены, и чья фотография есть. Так, идем дальше. Значит, и в общем, все документы, которые были приняты в Анзее, они сохранились, их можно, они в открытом доступе, их можно почитать, вот, о том, как шло обсуждение, как в мельчайших подробностях все это планировалось, планировалось строительство концлагерей, планировались места уничтожения на территории Западной Европы, на территории Восточной Европы. Здесь же планировались вопросы, такие же, как место уничтожения у нас в Беларуси, лагерь смерти Тростенец, недалеко от города Минска. И, в общем, впервые в истории человечества вот было принято такое решение, то есть до этого мир не знал подобного официального принятия решения, когда государство пришло к тому, что нужно уничтожить целый народ. Целый народ было принято решение, что нужно уничтожить, просто потому, что это люди принадлежали к еврейству. и за работу принялись карательные отряды, отряды специального назначения, которые специализировались, профессией которых было уничтожение, разные формы уничтожения, разные методы уничтожения. и эти карательные отряды, айнзацгруппы были брошены, отправлены в командировки на все оккупированные территории, где они и занимались непосредственно своей специализацией, осуществляли массовые казни. первое время карательные отряды уничтожали преимущественно мужчин, по крайней мере статистика, документы свидетельствуют об этом. Далее начинают расстреливать еврейских женщин, детей, и уже не обращают внимания на возраст людей, и к весне 1943 года было уничтожено более миллиона евреев. Значит, продолжаем. И массовое уничтожение, когда происходили сами казни, то в общем-то вот эта сама процедура, она очень повлияла на психику немецких солдат. То есть такие случаи тоже были, когда приходилось непосредственно расстреливать, уничтожать людей, и жертвы перед смертью, ну, люди вели себя по-разному, потому что это даже существуют материалы, видеоматериалы, когда немцы снимали это на видеокамеру, то, что человек, когда он понимает, что он уже погибнет, то, что он будет убит, люди ведут себя перед смертью по-разному, и зачастую они себя ведут неадекватно, в общем-то происходят разные с ними ситуации, и это влияло на психику немецких солдат, и поэтому тогда был рассмотрен вопрос о применении спецсредств, так называемых душегубок, когда людей уничтожали путем удушевления газом, специально был разработан газ, который наполнялся вот эти газенвагены, вот эти машины душегубки, и пока машина доезжала уже до вот этого рва, вот этой ямы, в которую закапывали людей, люди были уже все мертвы. Значит, и уничтожение евреев, оно было поставлено на поток в городах, в местечках, где находилось еврейское население, было развешивались листовки, давали указания местной администрации, чтобы евреям собраться в определенное место, сдать там деньги, драгоценности, взять там что-то необходимое с собой, и началась массовая депортация евреев уже непосредственно к специально созданным, приготовленным, стационарным предприятиям, местам для уничтожения людей. Значит, много, мы, конечно, знаем очень много мест уничтожения, в Аушвиц, самый крупный концлагерь, Майданок, Треблинка, Собибор, Малый Тростенец, место уничтожения под Минском является одним из крупнейших мест уничтожения на территории Восточной Европы. Нужно также сказать о том, что на содержание людей в концлагерях средств практически не выделялось. То есть это тоже было содержание в концлагерях, это тоже была формой уничтожения. И гетто, в которых жили люди и концлагеря, они были переполнены, не хватало питания, они не отапливались в зимнее время года, и людям не оказывалась медицинская помощь. Поэтому огромная смертность была в гетто и в концлагерях. Так, значит, что хочется сказать? Значит, Холокост, подводя такой небольшой итог по теории нашей сегодняшней темы, это смерть людей в огромном количестве, смерть просто за другую национальность. И, конечно, каждый человек, получающий образование и считая себя образованным человеком, он не может пройти мимо этой темы и не понимать, что это такое, и причины, почему это произошло, и к каким последствиям это привело. И вот знание этой темы, оно как в назидание, как урок будущим поколениям, чтобы мы понимали, что это страшное преступление, которое было совершено по разрешению, по плану государства, в котором участвовали люди, оно привело к такой огромной трагедии. Здесь еще слова академика Лихачева, человека, который сам подвергся насилию и за свои взгляды. И вот он сказал, что равенство всех людей вне зависимости от пола и расы, национальности, вероисповедания высшая ценность для каждого человека. Над нами одно небо, под нами одна земля, мы все равны под небом и на земле, независимо от цвета кожи, религии и нации. И когда мы говорим о любой теме, вот даже сегодня в моей презентации было огромное количество иллюстраций, огромное количество фотографий. Конечно, когда фотография есть в учебнике, то эти фотографии, безусловно, они в учебнике составляются компетентными людьми, и там, конечно же, каждая фотография, она несут ответственность за ту информацию, которая написана. Но мы сталкиваемся с разными источниками информации, и надо уметь понимать, уметь читать ту информацию, которая нам попадается. И я сейчас хочу, чтобы вы объединились в несколько групп, а именно у меня три фотографии. Объединитесь, пожалуйста, по своим симпатиям, в три группы, и в общем-то, я каждой группе дам фотографию, и вы в течение буквально пяти минут, пожалуйста, посмотрите на фотографию, и расскажите потом всем остальным, что вы увидели на фотографии, и как вы думаете, что это такое. Так, у вас группа, пожалуйста, работайте с этой фотографией, так, вам вот эту фотографию, ну, а вам, пожалуйста, вот эта фотография. какую информацию несет данная фотография. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что, вы уже поговорили? Выяснили, да? Там эти все обсуждают. Сколько времени уже прошло? Я не знаю. Скажите, пожалуйста, вам еще надо время или вы уже можем? Вы можете до вечера рассуждать. Хорошо. То есть фантазия. Итак, скажите, пожалуйста, вот теперь кто-нибудь, кто из группы возьмет на себя смелость и рассказать, что вы, как показать всем остальным фотографию и что, как вы решили, вы обсудили коллегиально, как вы думаете, что изображено? Так, ну с чего? Кто может уже начать говорить? Пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, что за фотография. Вот фотография. Так, у нас фотография – это чемодан. И сразу то, что бросается в глаза, во-первых, это чемодан, поврежденный внешней частью. Наше предположение было таким, что явно человек, который, то есть евреи когда собирали, говорили взять самые необходимые вещи, и это была как надежда на то, что, возможно, это пригодится, куда его вывезут, возможно, надежда вернуться, опять же. То есть человек взял самое необходимое, что надо, положил в этот чемодан. На чемодане находятся буквы АА5. Мы так подозреваем, что, возможно, это был какой-то номер барака и название какой-то определенной с цифрой, которое показывало. Дальше цифры, как порядковый номер, я так понимаю, ну мы так предположим все вместе, да, который был у этого человека. И дальше фамилия, имя. Возможно, что когда людей вывозили все вещи, которые, с которыми они были, это погружалось в один какой-то там транспорт, может быть, вагон, может быть, это был автомобиль. И эти цифры присваивались с таким, ну типа расчетом, давали как надежду людям на то, что, ну вы отдельно едете вещи отдельно, и потом, чтобы вы не запутались, вы берете именно свои, потому что могут быть похожи. Вот. Да, я наблюдаю, что здесь он все-таки поврежден. Значит, ну, насколько я чуть-чуть как-то вот читала, что были такие моменты, когда просто вещи брали, вещи понимали, что, во-первых, людей уже все равно этих никуда и ничего возвращать не будут. И, возможно, в этих чемоданах, сумках хранились то, что могли для себя немцы в каком-то момент использовать. То есть это могли быть хорошие вещи. Это могли быть какие-то либо что-то с украшения, либо еще какая-то часть памятная. Вот. И, скорее всего, что, если он был либо закрыт, либо что, его вскрывали, потому что, ну, видно было, что что-то вот как взломано. То есть, скорее всего, распрострашено то, что надо, если это было что-то, возможно, применить, где-то забиралось, а остальное все просто выбрасывалось. Хорошо. Хорошо. Кто-нибудь, кто-то будет что-то дополнить? Я думаю, что для чего-то не написано имя, и, возможно, историки нашли столько этого человека. Ну, и родственники. Да, или из людей, которые связаны с этим человеком. Спасибо. Ну, Алла, как историк, конечно, сразу подметила четко, что это артефакт, конечно. Как я говорила, когда мы тему изучали, о том, что многие люди, они просто остались, пропали неизвестно где. И ни родные, ни близкие, они понятия не имеют о том, где человек. И вот это вот такой счастливый такой момент, если это слово уместно, что по вот этой надписи, по чемодану была установлена судьба человека о том, что вот где он погиб, что он был уничтожен. Ну, и, конечно, вообще тут такой хороший ученик, который очень детально рассказал, как применялись эти вещи. Что, конечно, люди брали с собой что-то ценное, что-то дорогое, надеясь до последнего, что это пригодится им в жизни. И людей уничтожали, а их вещи, ну, то есть забирал кто-то другой. Мародерство, оно тоже имело место быть во время войны. Вот, то есть вот просто по чемодану, по той надписи, которая на нем написана, мы можем рассказать целую историю человека, который жил, в общем-то, по этому имени. Можно рассказать, что было до момента, как началась Вторая мировая война. Так, спасибо. Итак, вторая группа. Кто дальше хочет продолжить? Пожалуйста. У нас, на первый взгляд, вроде как обычная еврейская семья. Но это фотография мамы, дочки и папы. В процессе того, как мы рассматривали эту фотографию, мы поняли, что что-то с этой фотографией не то. И, скорее всего, это фотошоп. Вот почему-то нам так показалось, что вот данный человек вообще не должен быть присутствовать в этой фотографии. В принципе, семья не очень похожа, и мы подумали, что это вообще немецкий, может быть, офицер почему-то здесь. Для чего это было сделано? У нас появился такой вариант, что, возможно, он спас этих людей. И фотография была фотошопом для того, чтобы показать, что он не совсем плохой человек. Наоборот, скорее всего, чтобы, когда там уже после войны начинались гонения тех офицеров, которые этим занимались, и они каждый себя, свою репутацию хотели сделать, стали очистенькой. Вот, скорее всего, с этой целью меня девочек. То есть, ну, или девочку. То есть, здесь видно, что фотошоп вроде как... Здесь видно, что есть фотошоп, да. Смотрите, вот одна фотография, ну, это портретная фотография, и времён Второй мировой войны. И мы, глядя на эту фотографию, в принципе, можно рассказывать много историй, правда? Но, конечно, у неё есть история этой фотографии. Тут люди не только образованные, но люди очень пытливые, и вот фотошоп они заметили, да? Заметили фотошоп, но вы... Я возьму. Но вы должны понимать, что это период Второй мировой войны, то есть это сороковые годы, так? Когда это сегодня фотошоп для нас дело обычное, тогда это было дело такое, скажем, очень тонкой, ювелирной, профессиональной работы. Какая история у этой фотографии? Здесь действительно кто-то, кого не было на фотографии. На этой фотографии не было девочки. Она чуть... Она вставлена. Значит, смотрите, это еврейская семья, действительно. И история здесь такая. Это семья, это папа, мама и дочка. И, в общем, когда началась политика Холокоста в нацистской Германии, и неважно, к какому ты принадлежала, какой был у тебя статус социальный, людей всё равно они подлежали уничтожению. Но был такой, скажем, лазейка, был такой бизнес на этой теме. И Англия, она принимала у себя детей. Она принимала у себя детей. И вот эта семья, папа и мама, собрали деньги, отправили детским транспортом свою дочку в Англию. А сами они погибли в Тростенце. И они знали о том, какая участь их ждёт. Они хотели, чтобы у ребёнка осталась память. И вот они сделали вот этот портрет. У них не было семейного портрета, но они не планировали, что так вмешается в их жизни вот это событие, вот эта история. Они попадут под это колесо истории. И поэтому они сделали портрет и отправили ребёнку в Англию. Вот эта вот история вот этой фотографии. Так, спасибо. Идём дальше. У нас кто из... Кто? Так, у нас какая-то загадочная фотография, которая не пересекается по визуальному сюжету с тем, о чём говорили предыдущие люди. Вот, автомобиль кабриали. Который сидит на пассажирском месте мальчишка в фуражке немецкой. Да, очевидно, что немецкая. И похоже, что водитель, который вот его водительское место, он вышел из машины, фотографирует вот эту вот группу детей с такими довольными улыбками. Понятно, что постановочные улыбки могут быть запрошены и затребованы, да, но фотография для нас мало информативная была. Мы только смогли рассмотреть столбы какие-то на заднем фоне, которые, вероятно, являются каким-то ограждением. Но только вероятно, потому что, ну, очень плохо по этому снимку видно. Дальше на заднем фоне тут есть взрослый, какой-то тоже просто кепки. Судя по всему, значит, ну, раз кепка, раз не фуражка, то, возможно, он не является военным, может быть, он кто-то воспитатель, например, этих детей. Потому что дети все приблизительно одного возраста. Это не может быть семья и даже, скорее всего, не похоже на детей во дворе, потому что и во дворе бывает такой-такой, а тут вот какие-то только мальчики и такие приблизительно одного возраста. На современную фотографию фотографии не похоже, потому что одежда далека от современности. Однако можно быть театральной постановкой, то есть фильм, кино или еще чего-то. Автомобиль немецкий, потому что у нас в то время не было кожаных сидений и кабриолеты такие у нас как бы не ездили, да. Но об истории этой фотографии, вот кроме этих мальчишек, которые одного возраста, то есть это то ли какой-то детский дом, но они не худые, они довольно упитанные, то ли это какой-то начальный этап, когда то ли приняли, да. И что это за взрослый, который так затерл? Такое ощущение, что эта фотография прямо искусственно затерлась. тот взрослый на заднем фоне, то есть его вот лица вообще не видно, но видна только кем справа. Скажите, они только приезжали. Можно ли это положить? Вот у меня предположение, вот опять же, да, на основании того, что это мальчишки, смотрите, приблизительно одного возраста, и они у них худощавые. Либо это дети были отобраны для того, чтобы из них кровь взять, либо это дети, которым внушали для того, чтобы в свою вот как армию вырастить из них солдат, что посмотрите, то есть у вас будут кормить, у вас будут такие машины, то есть показать жизнь друг другу. Вы не бойтесь куда-то ехать с нами, то есть на свою сторону, как бы переманить эти дети. Да, мы довольны. А вот детям не было истерики и не было какого-то паники, страха куда-то, тревоги для того, чтобы их куда-то, чтобы вам что-то плохо хотят сделать. То есть вот таким образом это может быть. Что только понимаете с вами. Для газеты, там специально к установке. Для немецких. Или для сказать что-то еврейские. Да, а внешность. А с вами берег, может быть, мне там все равно. Вот, мне тоже. Чёрненький. Чёрненький, беленький. Разные дети. По витаминности хочется сказать, что больше всё-таки для крови. Для чего-то. Они вышли. Смотрите, фотография. Ну тоже, понимаете, когда мы просто смотрим на фотографию, то есть мы можем вообще здесь интерпретировать в разные стороны абсолютно. Что же это было на самом деле? На самом деле это 1941 год, когда в Минск приехал один из высокопоставленных чиновников. Здесь есть, я ещё вам покажу, две фотографии, которые из этого же периода, то есть из этого цикла. Вот эта вот фотография сделана этим же фотографом, машина с другой стороны. И то есть это серия фотографий была с этими детьми и вообще посвящённая этой персоне. Генрих Гиммлер в 1941 году приехал в Минск на этой вот шикарной машине. Обратите внимание, номера, там специальный номер на машине, который говорит о том, что это приехала вип-персона, что такие номера, ну всегда бывают номера, которые не у всех, правда? Это говорил о том, что это одна из ключевых фигур Третьего рейха. И он приехал для того, чтобы решать вопросы о месте уничтожения, которое будет на территории Беларуси, подыскивать место уничтожения. И вот тогда именно было определено место малого тростинца у нас в Минске. И вот эта фотография, она сделана в новинках. Она сделана в новинках. И это местные дети, которые просто увидели машину. Они увидели машину красивую. Вот эти сорванцы, они прибежали. И естественно, что сам Генрих Гиммлер, он своими руками, ну я не могу, конечно, гарантировать, но он не убивал. Но там точно никого не убивал. И там конфетами угощали этих детей. И поэтому они совершенно радостные, счастливые мальчишки, усевшись за эту машину, им разрешили посидеть. Они примерили фуражки. В общем, за рулем можно было посидеть. Дети как дети. И вы совершенно точно увидели, что это обыкновенные дети, которые, наверное, до конца не понимали о том, что это война. Далее вот другие фотографии, которые мы видим. Здесь машина с другой стороны сфотографирована. И уже в лагерь военнопленных, где люди были в надежде, еще пытались что-то сказать о том, что надеялись на спасение. Хотя на самом деле цель визита была это место уничтожения. И по одной из версий, именно в Беларуси, когда Гиммлер увидел вот эти вот расстрелы, когда, в общем-то, убийство людей, казни, существует такая, скажем так, версия, такой слух о том, что ему стало плохо, и было принято решение, и сюда поехали тогда вот эти газенвагены, душегубки, машины, в которых людей уже травили газом. Так, мы с вами поработали, вот метод работы с документом, с фотографией. Скажите, пожалуйста, вот этот метод, что он позволил узнать, и чему он научил, чему он может научить детей? Обращать тщательно внимание на все детали. Литическому москому, то есть обращать внимание на детали. То, что нам… А зачем обращать внимание на детали? Вот какие детали мы видели сегодня? Вот именно детали, которые помогали глубже понять. Фамилия на чемодане, номер на машине, да? Грустные глаза на фотографии родителей. Так, в общем, детализация. Что еще нам позволяет вот этот метод? Увидеть, не только, скажем так, не только услышать из уст кого-то, но когда работаешь с этим, ты пропускаешься через себя. Это гораздо глубже и гораздо действеннее. Выспективно? Да. Выспективно информацию. Выспективно информацию, информацию. В принципе, связь, да, с темой. Ведь тему мы знали, и мы уже смотря на фотографию сказали взаимосвязь, как это может быть связано. Это у нас вообще машина довольная, дети, этого положения. Помогает более глубоко погрузиться в определенную тему. Далее, один из целей, которые вообще, ну, этот метод, это чтобы люди, они критически относились к тому, что они видят. Вот можно ли вот этот метод применять сегодня или к другой теме? Урока. Абсолютно. То есть это переносится на любую тему. Потому что мы, вообще вот этот вот метод визуализации, он очень действенный, потому что мы видим всё в картинках, да. И поэтому, когда дети рассматривают картинки, и особенно, когда ты их просишь эту картинку описать, охарактеризовать, это запоминается. Это запоминается. И, конечно, это можно использовать, изучая не только эту тему, но и другую, и другую тему. И, конечно же, сегодня, потому что, помимо школы, помимо учебного заведения, которое посещают дети, они большое время, долгое время проводят сами, с информационными источниками. И разные фотографии, разные материалы новости, там, старости, всё приходит детям на глаз, и они должны учиться. Нужно помочь, создать им условия, чтобы они учились, не верить сразу тому, что они увидели, что им подсунули, то, что им предложили, а попытаться в нескольких источниках посмотреть информацию, чтобы всё-таки докопаться до истины, и не останавливаться на предложенном варианте. Поэтому я вижу, что это такой важный момент, и с удовольствием дети его используют. И, подводя уже итог этой темы, конечно, здесь этот день памяти, у нас мы должны помнить. Тем более у нас этот год, он объявлен годом исторической памяти. И память — это не просто слово, там, историческая память, культурная память, там, математическая память. Вообще память — это свойство психики. Память, она делает нас людьми. Человек без памяти — это человек без совести, с человеком, который не помнит, очень тяжело иметь дело, потому что он не помнит, что он говорил, он не помнит, что он обещал, он не помнит, что он сделал, он не помнит своих обязательств. Поэтому, конечно, нужно понимать и объяснять, что память — это очень важно. Память — это то свойство человека, Которая делает нас людьми. Поэтому будем помнить и будем продолжать работу, потому что в истории есть такая фраза, она очень популярная. Ничто не забыто, никто не забыт. Но по сегодняшний день остаются безымянные могилы, остаются безымянные памятники. И не нужно останавливаться, пока мы не вернем вот эти пустые ячейки без имен, без фотографий имена и лица людей и память о них, мы будем наступать на вот эти вот исторические грабли. И поэтому давайте будем помнить, потому что опять-таки возвращаясь к тому, что сказал академик Лихачёв, что все люди равны, независимо от того, какой цвет кожи, какая религия, какие у нас личные особенности, индивидуальные наши качества. Мы все ценные. Человек является наивысшей ценностью. Спасибо большое за внимание.